Наше дело. Наше дело. Наше дело. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Наше дело». Это программа о самом главном, о том, что волнует любого из нас. Это то, о чем каждый может сказать. Это наше дело. Гостей программы я представлю чуть позже, а начнем мы с традиционного дайджеста значимых событий недели. Итак. Депутаты Брянской областной думы приняли бюджеты на 17, 18 и 19 годы. Для нашей области он станет профицитным. Дополнительные средства пойдут на решение социальных задач, а также на развитие региона. Одной из самых горячих стала тема, касающаяся начисления имущественных налогов. С 2017 года платить налоги на имущество будут, исходя из кадастровой стоимости объекта. Например, торговый центр «Бум-Сити» за все время своего существования ни разу не платил налог на имущество. В торговом центре применяют специальные режимы налогообложения. А сеть магазинов «Магнит» только за 11 месяцев этого года уплатила больше 14 миллионов налога на имущество. Я за то, чтобы это было правильно и честно. Ну вот это давайте мне факты конкретные. Я вам дам, Александр Алексеевич. А не просто, понимаете, что вот так вот огульно сейчас подняли кому, что и что он платит. Чтобы не было, как на пресс-конференции, великий защитник народа, бедного народа, врачей, учителей, социальных работников. А сам даже на сторожа не платит налогом. Имущество учтенное, но не платит с 8 лет. Пришло время, Иван Владимирович, конкретных действий. Не бла-бла-бла, а конкретных действий на каждом участке. И в том числе депутатам. Губернатор попросил депутатов обратить внимание и на то, что вопросы в некоторых отраслях до сих пор остаются неотрегулированными. Вместо получения доходов там растут убытки. Одна из таких отраслей – переработка мусора. Вчера мы ездили на мусороперерабатывающий завод смотреть. Мы сегодня говорим о том, что нужно денег добавить. Нужно, Степан Николаевич, денег добавить. Ну, чтобы они зарабатывали эти деньги, понимаете? А не губернатору нужно через два года своей работы дойти, ехать туда и смотреть, как мусор перерабатывается, и люди просто называются золотой мусор. И, наконец, главный вопрос – принятие бюджета Брянской области. В этом году он профицитный. На заседании губернатор Александр Богомас отметил, что регион активно развивается, есть стабильный прирост. Сегодня у области имеются собственные доходы, которые позволят решать многие проблемы самостоятельно. В перспективе решение еще одного важного вопроса, который раньше не поднимался вообще. Речь идет об освоении и приведении к соответствующим нормам чернобыльских земель. Освоение чернобыльских земель поможет решить сразу несколько проблем. Это и пожары на заброшенных территориях, и нехватка рабочих мест, и получение прибыли для предприятий. А значит, и всего региона в целом. Наболевший вопрос о реконструкции театра «Кукол» стал темой рабочего совещания в правительстве Брянской области. На поездке рабочего совещания «Театр кукол» учреждение культуры стало разменной монетой мошенников 4 года назад. Сегодня полный разбор полетов. Чтобы идти дальше, необходимо озвучить, откуда растут ноги у проекта по категоричному решению о сносе здания. Хронология такова. 2012 год. В здании на Пушкино-12 идет косметический ремонт. Латают крышу, обновляют отопление. И тут в коридорах власти появляются москвичи-переговорщики, потребительское общество, взаимопомощь, защитников Отечества. Инвесторы якобы готовы вложить 1 миллиард 700 миллионов рублей в реконструкцию учреждений культуры области. В списках значились филармония, музей-усадьба в Овстуге, музыкальный колледж, музей в парке на первом этаже лесной, на втором литературной. А также построены с нуля театр «Кукол» и еще с десяток объектов. Взамен последователи Остапа Бендера просят об услуге. Они просят им предоставить безвозмездно в собственность или в аренду порядка 31 гектара земли для жилищного строительства на территории города Брянска. И кроме этого, они потом говорят, в течение пяти лет вы нам отдайте этот миллиард 700 назад. Параллельно с этим и рождается заключение, организация называется «Независимая экспертиза». И она говорит о том, что здание аварийное на Пушкина, надо сносить и надо устроить какое-то другое. Январь 2014-го. Клич «Снести» все громче. По рукам уже ударили. Кукольники пакуют чемоданы и замечают. Деревья-то в округе уже выпилили. Значит, дело не только в здании. Площадку зачищают под какую-то другую стройку. На составление сметы проектировщики из Костромы просят 28 миллионов рублей. Контракт заключен. Труппы театра «Кукол» временно размещаются в Тюзе. Но в октябре 2014-го года новая власть вгрызается в документы, анализирует все до точки. Лжеинвесторам отбой. За проектно-сметную документацию пришлось по суду частично заплатить 2 миллиона 600. А дальше кропотливая работа, поиск выхода, экспертизы, технологические исследования, рабочие совещания. Эмоциональные письма арт-общественников – это бурлящая пена проблемы. О сути мало кто говорит. Вы нам закладываете мины, а потом в сторону. Потом еще письмо на Калянина, что Богомаз ничего не знал, ничего нет. Все мы решим. А что, уважаемый человек, обманываете? Сказали, у нас в области работала шайка, которая хотела своровать 2 миллиарда рублей, своровать здание. Сварганили левое заключение, что оно аварийно. Чего вы это не пишете? На сегодня есть экспертиза компании ЕТЭК. Черным по белому здание не аварийное. Нужна серьезная реконструкция, и театр кукол вернется в свои пенаты. Забрала всех здесь вместе директора департамента, строительства, зам, чтобы взяли под личный контроль. Кто заниматься будет конкретно мне театром кукол? Управление культуры. Конкретное лицо кто? Александр Васильевич. Кто конкретное лицо будет заниматься театром кукол? Решение принято было еще месяц назад. Александр Михайлович, кто вы занимаетесь конкретно театром кукол? Кто? Гривцова и Гривцова. Гривцова. Хорошо. А строительство? Солодово. Для меня сейчас важно, чтобы вы понимали, чтобы там сделана была качественная документация и реальная. Да. Реальная, а не виртуальная. Итог. Поручение. До февраля разобраться с проектно-сметной документацией. Потом торги и реконструкция. Губернатор поставил задачу. Возвращение труппы театра кукол на Пушкино-12 постараться справить к 1 января 2018 года. Продолжение следует. Ваше впечатление, я понимаю, что за два дня трудно составить. Ваше впечатление о нашем регионе и с чем связано вот такое нашествие? Потому что вас достаточно много, там человек 15 приехало. В том числе и, насколько я знаю, и Александр Андреевич Проханов, который презентовал свою новую книгу «Губернатор». Расскажите, пожалуйста. И был еще советник президента. Товарищ Глазев Сергеевич. Академик Глазев. Да. Сергей Глазев. В том числе. Итак, почему именно Брянск? Или это у вас такое турне большое по городам? И что вы можете сказать вот так вот на скидку? Первое впечатление? В двух словах. Ну, Брянск, потому что здесь очень хорошее, очень сильное отделение сборского клуба, с одной стороны. И, с другой стороны, пригласил губернатор. Ну и, кроме того, Брянск, в общем-то, для меня оказался полной неожиданностью, потому что я привык относиться к Брянску области как к депрессивному, несчастному и деградирующему региону. У меня вот это вот воспоминание из 90-х, из нулевых осталось очень сильное. И красный поезд к тому же еще? Ну, красный поезд бывает разный. Но первый шок был, когда абсолютно нормально ровная дорога. Я, так сказать, минут через 20 ездов ощутил когнитивный диссонанс, создавал вопрос, а где же ухабы? Мне сказали, вы молодец, вы все хорошо помните, ухабы остались в прошлом. Дороги нормальные. Второе, нас привезли на завод, где производится шасси для С-300, С-400, который в конце прошлого года не существовал. То есть он остановился, он под грузом долгов был похоронен полностью, там не было ничего. И если бы это не сказал директор завода, я просто не поверил, потому что нормальный завод, нормальная цеха, теплый причем, 1700 человек, все работает, двигает, шевелится. Можно даже посидеть за рулем этих, значит, тягача для С-300 и так далее. И видно просто производственный процесс, что, в общем, все в порядке. Представить себе, что здесь было пустое место, мне было очень затруднительно. А перед этим, перед тем, как сюда приехать, я, естественно, поговорил со своими знакомыми, и мне мой хороший знакомый рассказал про урожайность 70 центней разъектара пшеницы третьего класса. То есть не фуражное, а пищевое. Я с человеком просто поссорился, потому что первые три раза мне показалось, что я не расслышал, потом я понял, что мне нагло говорят неправду. Потом я проверил по документам, оказалось, да, действительно, так. Каким образом в Брянской области можно получать такие урожаи, у меня в голове до сих пор не помещается. То есть я понимаю, губернатор рассказал про технологии, как он и его коллеги, значит, технологии извлекали, потому что есть технологии, которые продают, а есть технологии, которые не продают. Это более важная вещь. Вот. Видели эти поля, видели в массовом порядке выгорчевывания леса 20-25-летнего этих берез, которые выросли, так сказать, на полях, которые когда-то засевались. Видели эти картофелехранилища совершенно колоссальные. Видели озимые, которые стоят зелененькие, плотными рядами под снегом. Это очень сильное впечатление. Но вот одно дело визуальное впечатление, в него можно представить. Понятно, мы это видим, все хорошо. Другой стороны, цифра 70 центнеров с гектара. Причем я, когда это говорю, для меня это нечто недосягаемое. Когда я это говорю людям, которые работают, они говорят, да, 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 это у нас было, мы сейчас движемся дальше. То есть, в порядке вещей. Это наш вчерашний день. Вот, ну, вот это вот тот уровень, начиная с которого начинается разговор о квалифицированной работе. То есть, получается, что нормальное, грамотное применение технологий забрасывает нас в реальность, которую, ну, я не могу себе представить. Просто не могу. Но у вас же есть с чем сравнивать. Вы же не только в Брянске побывали. Есть с чем сравнивать. Одно из наших хлеборубных регионов, я уж не говорю, не буду его называть, где регулярно выражая 50 центнеров с гектара, лет, наверное, 7 назад, я, значит, общался с местными хлеборубами, и, значит, долго и цинично над ними издевался, что у них нет 100 центнеров с гектар. Ну, мужики терпели, но уже, когда стало совсем вечером, уже все совсем хорошо выпили, они сказали, ну, слушай, ну, расслабься. Ну, есть у нас эти 100 центнеров с гектара американские, но ты пойми, у нас же здесь еще и порт есть свой. Поэтому зачем нам это показывать официально? Ну, это сильно южнее в совершенно других и климатических условиях, и в почвенных условиях. Ну, мы привыкли считать, там, скажем, Белоруссию картофельной республикой. Когда выясняется, что Брянская область экспортирует картофель в Белоруссию, и урожайность во многих... И урожайность выше, чем в Белоруссии, ну, с одной стороны, это почувство большой гордости. С другой стороны, понимание того, что это сейчас пойдет по всей стране. Кое-где уже идет. И лет через пять это будет по всей стране, потому что это... Ну, просто нужно соблюдать технологии, тогда все будет хорошо. Вот очень лестно это слышать, я думаю... Я никогда не мог себе представить, что в Брянской области, в Брянской области можно стать сельскохозяйственным центром Российской Федерации. Но для нас это действительно, вот вам как говорили, так сказать, на полях, да, что, ну, для нас это вчерашний день, да, вот... И для нас это тоже стало в порядке вещей. И знаете, что самое удивительное, что лишнее подтверждение, высказыванию к хорошему быстро привыкаешь. Так я пишу в социальных сетях, мне не верят люди из Брянской области. Мне люди из Брянской области говорят, да, все это ерунда, там, обманули и так далее, и так далее. Но я вижу эти хранилища, я вижу этих людей, я вижу технику, которая стоит, ну, с 40, даже с 50 цитнеров за гектар эту технику не купишь. Невозможно. Вы знаете, я китаевед. Да. Я написал книгу о китайском руководителе нынешнем, Си Цзиньпине. Первая книжка в мире об этом человеке. Я читал его биографию, очень непростую, было очень много трудностей, как он поднимался. Такая драматургическая у него биография, да, драматическая. И вот знакомство с вашим губернатором, когда он рассказал нам о своей юности, да, когда он с парализованным атомом. Такие-то аналогии? Да. Сильные аналогии. Сильные аналогии, да. Такие люди сильные, они свои страны, свои регионы продвигают, они дают им надежду. Да, вот как китайский лидер Си Цзиньпин за 4 года правления, он очень сильно продвинул Китай, не только по цифрам там каким-то, да, ВВП и так далее. А он поставил перед страной новые долгосрочные цели и наметил пути, по которым надо добиваться этих целей, да. И вот ваш губернатор, у него драматическая биография, на самом деле, о нем можно тоже писать роман, да, или пьесу ставить, да. Как человек проходит, да, который не всегда в детстве ел досыта, да, как он проходит до руководства регионом. Он похож даже с Си Цзиньпином, они его родственные такие мужики, здоровые, красивые. Ведет себя он тоже так, что его можно выпускать на международную арену, не стесняясь, да, что это вот русский человек. Он будет совершенно спокойно общаться, я думаю, с тем же Си Цзиньпином, да. То есть, вот этот человеческий фактор для меня очень важен, честно говоря, ну, не ожидал. Я встречаюсь с руководителями регионов, но не всех имеет смысл выпускать на эту самую арену. Вы говорили Александру Васильевичу? Нет, конечно. Не сравнивали и такого не проводили? Нет, нет, нет. Такого я еще не слышал. Не надо его пугать. Надо смущать. Пугать, да. И вы знаете, что, я вот вас прерву на секунду, я вот слушаю, да, вот некий бальзам. Я вот не случайно сказал о том, что к хорошему быстро привыкаешь, да. Ведь известно, что у нас русский человек, который лучше всего разбирается в футболе и в политике, да, это разгожая такая истина, да. И то, что у нас критиковать власть любит, это однозначно. Я люблю. Да, да, естественно, недаром, свободная мысль, название журнала само за себя говорит, естественно. Но дело-то не в этом. А дело в том, что очень быстро привыкли к хорошему. Вот забыли совсем о том, что два года всего назад, это как в той песне известного рок-музыканта Сергея Чегракова, лодки как скамейки, и мы давно уже на берегу. То есть было полнейшее болото, была абсолютнейшая стагнация, и как-то все смирились с этим. И вот вязкий воздух какой-то был, понимаете. Вот очень... Это появление нового губернатора, которого назначил президент, это был своего рода как глоток свободы, вот, как у Булата Шаловича книга называлась. Вот так оно и получилось. Но это очень приятно, что вы вот как-то сумели за два дня это... Вы знаете, вот я, поскольку занимаюсь международной политикой, да? Сейчас такое время пришло, когда одновременно в мире появилась целая прослойка сильных лидеров, и одновременно в мире идет крушение глобализма, и возникает национализм. Вот смотрите, даже Трамп, кто такой Трамп? Трамп это националист американский, который говорит, хватит кормить Европу, хватит кормить Японию, пусть сами за себя платят. Мы будем заботиться только об Америке. В Китае пришел к власти националист вот этот Си Цзиньпин, который проложил путь Китаю до 49-го года уже. И четко идет по этому графику. У нас с нами правит Путин, который, ну, не знаю, по-русски плохо говорить националист, да? Но он отстаивает интересы русской нации, да? Российского народа. Безусловно. То же самое происходит в моих странах азиатских, да? Вот этот филиппинский президент Дутерте, который в ответ на американский нажим сказал, что у Обамы мама была, сами знаете, кто. Вьетнамцы ведут себя независимо. Абе, которому едет на днях Путин. Чем занимается Абе? Он, вопреки американским советам, не встречается с русским президентом, поскольку Россию-то надо изолировать, да? Он с ним собирается встречаться. То есть, вот возникла вот эта целая поросль международных деятелей, да? Ну, вот я вижу, что вот на региональном уровне, ну, честно вам скажу, не один ваш губернатор такой крепкий мужик, да? На которого можно еще побольше груз ответственности возложить в обозримом будущем, да? Будут у нас новые министры, новые вице-премьеры, премьеры, и даже президенты у нас будут в каком-то будущем, да? Вот появление этих людей, появление вот этих новых тенденций на международной арене, да? Говорит о том, что наступает совершенно новая эпоха какая-то. Эпоха глобализма, на мой взгляд, закончилась. Она рушится, она не выдержала. Потому что глобализм был построен на американской гегемонии, на господстве доллара. Вдруг появляются китайцы со своим юанем. Вдруг появляется Путин, который мешает им карты, да? Делает все так, как он хочет. Абы какой-то. Британцы выходят из... Ну, в общем, все начинают вести себя уже как взрослые мальчики. А классный руководитель, он... И в конечном итоге сам классный руководитель говорит, да идите вы вообще и живите как хотите. Вот именно. Правда? Поэтому очень интересно. Мне было еще... Знаете, что у вас? Поскольку вот одна из стратегий этого нового китайского лидера, это шелковый путь известный. Все знают уже про шелковый путь. Так вот, шелковый путь, он проходит как раз по территории Брянской губернии. Поезда идут с китайским товарами из Китая, Казахстан, Россия. От вас идет в Белоруссию, Польшу, до Гамбурга и Роттердама. И китайцы сейчас очень сильно интересуются тем, что можно сделать вдоль этой железной дороги. Технопарки, заводы и так далее. Из наших друзей, из наших братьев по Евразийскому экономическому союзу первыми, наверное, белорусы поняли. Вы знаете, что строится огромный китайский технопарк в Белоруссии. Китайцы вкладывают очень большие деньги, переводят туда какие-то китайские заводы. Казахи, не будь тоже дураками, строят шоссейную дорогу за китайский счет, железные дороги свои улучшают. И меня все время интересует такой вопрос, а что мы можем? Я китайцам говорю, китайцы, а почему вы ничего не делаете? Они говорят, а потому что вы ничего не говорите, что вы хотите-то, собственно, а что у вас есть? И вот я позволил себе посмотреть на Брянск китайскими глазами. А что здесь интересного? Вот чего бы нам в Китай того, чего у нас нет? Знаете, что самое интересное? Картошка. Знаете, почему? Ну, у них есть своя картошка. Но у них все отравлено химией, ГМО и всякими прочими делами. Это относится к картошке, к пшенице, к молоку, к мясу. К кукурузе. К кукурузе. А у нас сейчас и кукурузу во всем. Они активно очень снабжали кукурузу этими гербицидами. И в этом году в самых кукурузоносных районах урожайность упала в 10 раз. Катастрофа. И они боятся, что восстановится не сразу. Это будет вопрос не двух-трех лет. Поэтому вот такие наши чистые продукты, они сейчас наступают на Китай. Но вы знаете, что Путин угостил Си Цзиньпина мороженым. После этого сейчас фуры идут из Владивостока, из Хабаровска с этим мороженым. Но я не знаю, сможете ли вы Путина уговорить в очередной раз угостить картошечкой. И сказать, да, это брянская. Когда Си Цзиньпин скажет, это хорошая, это брянская картошка. А, ну брянская. Ну, конечно. Смотрите, у вас вот этот автозавод. Вот пустили цех, по существу. Всего лишь цех. Из этого огромного комплекса. А китайцы всюду ищут, куда бы вложить капиталы, потому что у них денег немерено. Что-то можно делать. Потому что у вас есть люди, которые умеют работать в машиностроении. Вот в Калуге сколько было народа, его весь уже запустили на эти кластеры автомобиле строительные. У вас эти люди есть. У вас есть логистика. У вас прямо через вас проходит шелковый путь. Потому что шелковый путь, ведь он же не в одном только направлении. Он и в другом направлении. Контейнеры идут обратно, они идут пустыми. Потому что и Западная Европа производит гораздо меньше товаров, чем китайцы. Они не могут столько экспорта. От нас вообще почти ничего не идет. Ну и так далее, и так далее. Вот побывали мы сегодня в двух хозяйствах. Хозяйство Пуцко и хозяйство Богомаз. Ну, глубочайшее впечатление. Вот я согласен с коллегой. Степень механизации, качество. Вот я картошечку-то посмотрел. Даже как потребитель. Да, вот она правильной формы, она крупная. Она желтая. Желтая. Ее хочется съесть. Какие из них получаются, друзья мои, драники? Возьмите с собой. Немножко попробуйте. Хорошо. Я спросил у одного из руководителей фирмы Богомаз, молодой человек. Я говорю, сколько выдерживает путешествие ваша картошка? Он говорит, ну, до Новосибирска спокойно, фурой. До Новосибирска. И она будет, как будто вчера ее собрали. Ну, а где Новосибирск? Там через Среднюю Азию, если тем более, да по железной дороге Китай. Здесь смотрите. У вас есть замечательное мебельное производство, да? У вас есть стекольное производство, да? Да. Но это только то, что я увидел за два дня. Наверняка у вас масса других богатств, интересных вещей, которые могли бы оживить нашу торговлю с Китаем. И создать вот хороший имидж России. Потому что на сегодняшний день в Китае очень мало знают о России. У нас несколько десятилетий была холодная война, когда вообще ничего не было. Сейчас вот на таких странных вещах, как мороженое, как русские советские песни прошлого, как на Путин. А Зоря здесь тихий. Вы знаете, один из самых наших лучших экспортных товаров – это Путин. Его обожают, ну, во-первых, все китаянки его любят. Это понятно. Во-вторых, значит, его любят и мужики тоже. А Путине издано в Китае более 40 книг. Причем это коммерческие книги, да? Вот я написал одну книгу про Синьпина. И все. Ну и писал, и написал. Меня никто не заставлял. И их никто не заставлял. 40 книг разные. Путин, там, как путешественник, Путин, как… Ну и так далее. В разных сортах. Вот благодаря этому начинается интерес. И последнее время огромный интерес к нашим товарам. Мука, молочка, ну, сгущенка там. Яичный порошок, например, да? Водка. Да? Водка разнообразнейшая. С мясом трудности, потому что у нас вот эта чума азиатская. В Синей там, да? Или, например, знаете, пошли в ход куриные лапы. Вот мы их выкидываем. Да ну что с куриной лапой можно делать? А китайцы ее маринуют. И под пиво. Это такой деликатес. Все сидят китайцы. Поэтому я думаю, что вот имея такого ориентированного на будущее губернатора, да, если он приложит какие-то конкретные шаги, да. А главное он профи. Выйдет на международную арену. Он выведет и Брянск на международную арену. Вот, дорогие друзья, я обращаюсь к нашим телезрителям. Одно дело, когда я говорю, когда наши гости из нашего правительства, ну или какие-нибудь из какого-нибудь департамента вам говорят, вот приехали люди, вот приехал, как я выразился, десант. Вот люди, ну не побоюсь так, со всероссийской известностью и Юрий Тавровский, и Михаил Делягин, которые, в принципе, оценили совершенно непредвзято, говорят очевидные вещи, которые многие почему-то не хотят замечать. Приехали совершенно разные люди. То есть приехал и Сергей Глазьев, и Александр Проханов, и Филимонов Георгий, и приехал, и вы приехали, Михаил. И все вместе объединены в изборский клуб. Вы могли бы конспективно буквально одной фразой выразить суть изборского клуба? Раз. И во-вторых, как вы, такие разные, уживаетесь там? То есть не доходит до хрепоты, до драки и так далее, то есть до споров вот таких шумных? Ну, у нас общее представление о том, что государство должно служить своему народу. При банальности этого тезиса он, строго говоря, сейчас революционен, потому что доминирует в мире либеральная идеология, по которой государство должно служить глобальному бизнесу против своего народа. И социально-экономическая политика, которая у нас проводится в стране, она до сих пор в основном, за некоторыми исключениями, проводится в стиле 90-х годов, вот в рамках этой парадигмы. Изборский клуб объединяет людей, которые считают, что нет. Государство – это инструмент народа, для народа, и он должен служить людям. И на этом фоне наши разногласия, там, по большому количеству вопросов, потому что мы все разные, они отходят на второй план. И да, бывают, конечно, там разного рода дискуссии, но они второстепенные, они не существуют. Я бы сказал, если двумя словами, да, два слова такие – консерватизм и патриотизм. Да. Да, патриотизм, любовь к России, вера в ее будущее и стремление это будущее приблизить. И консерватизм мы исходим из того, что нужно сохранить традиционные наши российские моральные, исторические и другие. То есть консерватизм и патриотизм. И мы живем в эпоху, когда консерватизм революционен. Потому что разговор о том, что традиция – это хорошо, и норма – это нормально, а не то, что должно быть разрушено. Это и есть сегодняшняя революция. Консерватизм побеждает сейчас в мире. То, о чем мы говорили только что. Трамп – консерватор, националист, консерватор, как угодно. Англичане со своим Брекзитом. Китайцы – консерваторы. Они вспоминают сейчас о Конфуции. Они говорят, Конфуции. Они не отбрасывают Мао Цзэдуна. Да? Ну, да, Мао Цзэдун. Голов отпилил не меньше, чем Сталин. Да? Мао Цзэдун – это наша история. Мы от него не будем отворачиваться. В других странах идет возвращение к этим консервативным ценностям. Всем обрыдло. Уже это нетрадиционные браки, нетрадиционные. Это нетрадиционные. Это традиции. Традиции. Все народы хотят быть самими собой. Хорошо. Но изборский клуб – это не партия. Туда входят совершенно разные люди, представители самых разных партий. Справедливо-Россы, Единороссы и так далее. Нет, мы не члены партии. Ну, я член, но это не важно. А я не ваш. Но, тем не менее, вот есть некое такое объединение. Изборский клуб. Который чего-то добивается. За что-то борется. Как вы видите свое развитие? Изборского клуба. Не просто же путешествовать по России-матушке. Смотреть на то, как живут регионы. Но каким-то образом вы обращаете людей в свою веру? Ну, во-первых, мы организуем обмен опытом. То есть, мы рассказываем в одних регионах, что хорошего и правильно делают в других регионах. Это первое. Второе. Каждого из нас есть свои возможности. И мы эти возможности предоставляем тем, с кем мы общаемся. Ну, знаете, когда помощник, извините, советник президента Российской Федерации общается с губернатором в рамках изборского клуба, там, так сказать, без лишних, так сказать, глаз, то это, наверное, будет иметь какие-то позитивные последствия. Мы оказываем давление на государство довольно существенно в плане того, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не можем переломить пока еще вредную социально-экономическую политику, но мы ее можем скорректировать при помощи, так сказать, морального давления. А бизнесмены в рамках разных регионов помогают друг другу в рамках изборского клуба. То есть, это работа многоуровневая и многоплановая. У нас 30 филиалов в 30 субъектах Федерации. Есть еще группы поддержки, которые пока до филиалов подросли. У нас партнерские отношения с зарубежными единомышленниками. Мы ездим в Китай, мы ездим в Японию. Проханов ездит в Иран, в Северную Корею. Но главное, я думаю, знаете что, все-таки мы создаем альтернативу. Вот нынешняя модель, она рано или поздно заведет такой тупик, после которого захочется руководству страны для того, чтобы сохранить... Ну вот знаете, самый банальнейший вопрос, все-таки эволюционирует ли общество по пути, который вы видите. Ну, грубо говоря, вот совершенно частный пример, узенький такой. Вот Мамонтов, Морозов, те же братья Могилевцевы, которые у нас в Брянске, ну и так далее. Им не есть числа тем самым людям, которые были меценатами, которые творили для народа, которые строили дома, открывали фабрики, давали рабочие места. И вот так вот табличку пополам делим. А в этой стороне Абрамович, который открывает, Челси Прохоров, который создает футбольные команды где-то на Западе, ну и так далее, тому подобное. Да? Вот тут какая-то эволюция, возможно, вот этот вот переломить как-то можно. Вы знаете, помимо Абрамовича и Прохорова, в этой же половине можно записать очень много людей, современных, Морозовых, которые тоже оказывают большую поддержку общества. Другое дело, что они, как правило, стесняются и не хотят себя рекламировать. Ну, есть люди скандально известные на всю страну, там, бизнесмены, которые, тем не менее, оказывали огромную поддержку. Но самое главное, что меняется настроение общества. В 2012 году, когда мы говорили о консерватизме, о том, что нужно вернуться от реформ к нормальности, это воспринималось как нечто новое, как что-то, что вызывает внутренний конфликт. Сейчас это воспринимается практически всеми как нечто само собой разумеющееся. Это не только мы переломили общественное сознание, конечно, оно само изменилось под влиянием эпохи, из-за столкновения с реальностью. Но я просто помню, четыре года назад, ну, собственно, чего далеко ходить, десять лет назад слово «русский» чаще всего в центральном телевидении употреблялось в качестве словосочетания «русский фашист». Давайте не будем про это забывать. Это было десять лет назад. А когда мы создавали изборский клуб, мысль о том, что либерализм разрушителен, он контрпродуктивен, он свою отработал, он не имеет права на существование, ну, это было новым для огромного количества людей. Сейчас это нечто само собой разумеющееся. Но, может быть, все-таки не стоит ставить знак равенства между либерализмом и либерализмом? Само-то понятие либерализма. Есть либерализм по Вольтеру, конечно. Но, извините, это было давно. А сегодняшний либерализм – это по Вашингтонскому консенсусу и по Березовскому. Политический либерализм – он не по Вольтеру, он по Березовскому. Чубайс – не по Вольтеру. Ну, вот смотрите. Вот есть Бабкин, да? Есть. Хозяин Ростельмаша, который своим людям дает работу, который производит качественную очень технику и который финансирует деятельность Московского экономического форума, который как раз и разрабатывает новую экономическую стратегию для России на свои деньги. Его никто не заставляет это делать. Более того, поскольку правительство либеральное, на него смотрят косо. Я бы поставил в этот список Богомаза. Он до недавнего времени был бизнесменом, крупным. Он делал уже тогда очень много для региона. Я бы сюда поставил Титова, руководителя партии Рост. Амбудсмен по делам предпринимателей. Амбудсмен, предприниматель. Да, но у него, вы знаете, Абрау Дюрсо. Конечно. Своя фирма тоже. Да, он мог бы спокойно сидеть, заниматься продажей своего Абрау Дюрсо. И ни о чем не думать. И ни о чем не заморачиваться. Я не очень хорошо знаю всех таких вот людей, но я думаю, что этот список... Многие люди ведь еще не высовываются. Все правильно. Географическое положение Брянской области на стыке трех республик. Какую несет, по-вашему, на себе духовную нагрузку? Назовем это так, прежде всего. Ну, это объединение, как бы, восточно-славянского мира. Объединение, потенциал объединения людей русской культуры. Понятно, что с Украиной это не сегодня и не завтра. Но это то, что будет обязательно. То, что мы должны делать. И если брать культурную сторону дела, то Брянская область на острие этого процесса. Я бы сказал одним словом, рубеж. Он был рубеж, да? Во времена домонгольских, в монгольские, потом в послемонгольские, во время наполеоновских войн, во время Отечественной войны. И сейчас, вот так получилось, в результате распада Союза, что вы снова рубеж. Что, конечно, создает особое условие, особый вкус. И ответственность. Ответственность, да? Да, прежде всего. Рубеж. Вот вы рубеж России. Спасибо. Ну и в завершение нашей беседы, я знаю, что Александр Андреевич Проханов, он представляет свою новую книгу, она называется «Губернатор». Вы ее читали? Знакомы вообще? Пока еще нет. Ну, насколько я знаю, я просто, я сам ее не читал, но о чем эта книга, да, вот я, в принципе, наслышан. А Александр Андреевич там утверждает, что на смену президенту нынешнему, Владимиру Владимировичу Путину, должен рано или поздно прийти какой-то преемник. И он берет на себя смелость утверждать, что этот преемник будет из числа взращенных губернаторов России. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вполне возможно. Не из правительства? Вполне возможно, потому что работа губернатора, это между Молотом и Наковальницей. И условия, когда Минфин устраивает искусственный бюджетный кризис в регионах, это очень тяжелая работа. Она очень некомфортная. И это очень сложные условия. Если человек в этих условиях оказывается успешным, то он справится и с более масштабными задачами. Это, что называется, естественный отбор. И у нас довольно много губернаторов, которые даже в этих условиях добиваются великолепных результатов. Вы знаете, я считаю, что генералиссимусом должен стать военачальник, который командовал ротой, батальоном, дивизией, одерживал победы, который доказал, что он военный. Я считаю, что экономикой должен командовать человек, который тоже знает, что такое завод, что такое экономика, что такое дефицит и так далее. Что касается управления государством, я думаю, что именно губернатор, смотрите, как в Штатах. В Штатах, как правило, именно президентов отыскивают среди губернаторов. И Трамп — это исключение. Потому что человек, который привел один регион к высокому уровню, потому что, конечно, отстающего губернатора из отстающей губернии никогда не сделают президентом. Значит, он умеет работать на земле. Я считаю, что это самый объективный метод, потому что, скажем, делать какого-то человека, специалиста по внешней политике, вдруг руководителем государства, это будет перекос в одну сторону, да? Если делать специалиста, ну, в общем, вам ясна моя идея. Губернатор — это вот композитный, симфонический опыт, да? Он отвечает за все вопросы. От гражданской обороны до экономики, от медицины до пенсии, да? Это человек, который знает... Это страна, понимаете? Каждая губерния наша — это страна. Поэтому... Все правильно. Следующий уровень после губернатора, я считаю, вполне может быть президентским. Ну вот, мы, в принципе, начали с губернатора, и так замкнули круг к завершению нашей сегодняшней беседы. Губернатором и закончили. Спасибо вам большое. Счастливой вам дороги. Приезжайте к нам еще. Спасибо. Нам всегда очень важен вот такой вот свежий, незамутненный совершенно взгляд на то, как мы живем. Есть ли поступательное движение? Вот когда приезжают люди опытные, настоящие эксперты, политологи и так далее, кто там у вас еще входит в эту группу, то всегда особенно ценны ваши мысли и умозаключения. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Наше дело». Посмотреть ее вы можете на нашем сайте по адресу губерния.тв или во время повторов в течение субботы и воскресенья. Мы увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»